– Как правильно купить? – Не знаю, не знаю. Обычно спрашиваю ему продавца, вот какой продавец выберут, доверяем продавцу. Обычно так. Не знаю, у меня сын выбирает. – Сын выбирает? А вообще арбузы любите? – Обожаю. – Сложно сказать, потому что особо не обращаю внимания, если покупать. – Как обычно, там арбуз, хвостик усохший, где-то что-то он должен хрустеть, когда его надавишь. Ну, в таком плане всё. – А документы, соответственно, ещё качество требуется? – А, ну, это же вопрос другой. Мы же люди такие белорусы, толерантные, поэтому зачем документы спрашивать ещё? – Доверяете? – Ну, что, конечно, доверяю. Доверяй, но проверяй. Знаменитое высказывание можно применить и в вопросе выбора сладкой ягоды. Ведь то, как хранится арбуз, является одним из важных показателей его качества. Например, попадание на плод прямых солнечных лучей приводит к нагреву и последующему брожению. Поэтому специалисты советуют покупать полосатого великана только в магазинах или специальных местах для продажи, предусматривающих соблюдение всех необходимых правил. Чтобы избежать пищевого отравления бахчевыми культурами, соблюдайте элементарные правила. Не приобретайте арбузы, дыни с надрезами, частями, треснувшие, с нарушением целостности кожуры. Не приобретайте бахчевые культуры в местах несанкционированной торговли. В общем-то, как и любые другие продукты питания. Не просите произвести надрез бахчевых культур при покупке у продавцов. Не следует забывать и о правах потребителя. Помните, что приобретая любой товар на рынке, вы можете попросить продавца предъявить сертификат качества на привозную продукцию или протокол испытаний на местную. Проводится обязательная проверка всей нашей продукции. На данный момент у нас арбузы все привозные. Это у нас в основном Казахстан и Краснодар. Арбузы приходят все по документам. У них имеется удостоверение качества со всеми нормативами, которые должны они проверяться. Проверяются арбузы обязательно радиологические и нитраты. Поэтому, когда покупают покупатели продукцию, обязательно обращайте внимание на документы. Либо спрашивайте, откуда они. Документ вы можете тоже попросить, который вам должны предоставить. Либо, если это не привозной наш белорусский, должно быть протокол испытаний лаборатории, соответственно, в рынках, где они реализуются. Вооружившись необходимыми знаниями, можно смело приступать к выбору арбуза. А вот если своих знаний не хватает, на выручку всегда придет продавец, который сознанием дело подскажет или подберет вам самую сладкую и самую большую ягоду. При покупке арбуза я посоветую в первую очередь, всегда обращаю внимание на цвет арбуза. Кажется, должна быть темная, не должно быть каких-то пятен, либо гнилостных каких-то элементов. Хвостик должен быть арбуза сухой. При разрезе арбуза дома вы должны увидеть в нем красную мякоть, мягкую плоть до самой корочки и обязательно черную косточку. Это является показателем полностью спелого арбуза. Работаю на рынке уже не первый год, с опытом я научился их выбирать и правильно посоветовать каждому покупателю. Для того, чтобы купленный арбуз принес вам только пользу, следует... Перед употреблением бахчевое необходимо промыть подпроточной водой и использовать для разрезания чистые ножи и разделочные доски. Разрезанный арбуз необходимо есть сразу или хранить в холодильнике не более суток. Наталья Луговкина, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова